Шамиля, переживаю за тебя! Это же настоящий хунзатский шафель! Одного вот этого комментария ва-ба-ба мне хватило! Что за кофе вы здесь варите вообще? Субтитры сделал DimaTorzok Я не, я серьезно не хочу Давай-то ты прыгнешь Не, давай ты ведущим будешь, я оператором буду Там че, кнопку нажал на тебя, объектив направил, да, и все Давай мы сперва испытаем тебя, а потом я подумаю Какой ты злой человек, какой ты злой все-таки Ты смотришь, Шамиль, я верю в тебя Шамиль Махмудов, Фарид Муслимов, Дагестан, туристический, Хунзатский район Сейчас что-то будет Собрав все самое необходимое для путешествия в свой рюкзак, мы с Фаридом отправились в дорогу В этот раз путь был не такой уж и дуркий Буйнакс, Гимринский тоннель, Шамилькова В общем, два с половиной часа, и мы в Хунзахе Когда гуглишь Хунзатский район, первым делом выходит водопад Тобут Что такое Тобут, местные жители мне почему-то не объяснили Сказали, что высота его 110 метров, и выглядит он достаточно красиво Правда, туристы запутаются, какой из них водопад Тобут, а какой тот самый безымянный Которому почему-то название местные не придумали Тобут вот этот, а вот этому придумайте название, пожалуйста, сами Тобут можно назвать одним из самых доступных природных объектов Дагестана Водопад находится в заселенном месте близ села Аарани Еще одним ориентиром может стать Хунзахская крепость, она тут в 500 метрах Хотя ориентиры туристам скорее нужны были раньше, и сейчас это место стало более доступным Раньше здесь был обычный пустык с одной лишь скамейкой То есть люди могли приехать, посмотреть на водопад, посидеть на ней Выдохнуть, сказать, как же это все-таки красиво, и уехать Сейчас здесь создаются условия, построили специальный хаб, чтобы люди могли попить кофе, посмотреть и получить эстетическое удовольствие Знаете, вот аж гордость берет Мы начали делать передачу о туризме, и сразу как-то он весь поднимается, строит что-то новое Хорошо Такие хабы открывают на пересечении туристических маршрутов Тут, например, можно отдохнуть во время долгого путешествия и даже перекусить И кофе здесь, кстати, нерастворимый, готовит специально обученный бариста Есть у меня к нему несколько вопросов Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум Магомед Расул Магомед Расул, очень приятно Расскажи, пожалуйста, Магомед Расул Что за кофе вы здесь варите вообще? Ну, эспрессо, капучино, латте, американо А вот хунзаский кофе, вот хунзаский американо, например, или хунзаский эспрессо Он отличается от равнинного эспрессо? Только что мы варим кофе 2000 километров над морем Ну, у него какой-то особенный вкус, бывает от этого? Ну, бывает, очень хороший, при вкус тоже у него Здесь же туристы могут купить и сувениры, на крайний случай проникнуться атмосферой Дагестана Здесь всякие купшины, шкатулки, есть даже прицомные журавки Магниты, пожалуйста Больше всего антуража, больше всего этноса добавляет, конечно же, музыка. Послушайте. Душа рвется. Это же настоящий хунзатский шафл. Может быть, менее известное и проходимое, но как минимум, такое же красивое место хунзатского района – Каменная Чаша. Когда местные про него говорили, я про себя думал. Ну, скалы и скалы. Покажите мне что-нибудь действительно достойное, но они лишь улыбнулись в ответ. Знали все хунзатцы, знали, что мне понравится. Знаете, чем интересно это ущелье? Здесь как минимум можно сделать крутые фоточки, а как максимум можно сделать крутые фоточки. Я не знаю лучшего места для этого. На самом-то деле это ущелье мало чем относится к той самой Каменной Чаше. Просто расположено было рядом, но мы и решили зайти. Фоток на память себе наделать, ну и акустику измерить. А почему нет? Фара, как думаешь, какое здесь эхо? Проверь. Давай попробуем. Значит, три. Раз, два, три. Ну такое, да? Да. Ну такое, пойдем дальше. Настоящая же Каменная Чаша скрыта в непримечательной пещере. Выглядит она странновато и совсем уж неприветливо. Вдруг медведь там живет или обрыв какой-то. Однако на деле там оказался портал в другой мир. Иначе эту красоту я описать не могу. Ощущение, будто это не то, что не в Дагестане, а даже на другой планете. Таких пейзажей я еще не видел. Ну идти иначе не позволяет трясина вот эта, которая прямо посередине. Это единственная дорога. Это в место. Посмотрим, куда приведет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Что там дальше нас ждет? Дальше пещере. Хорошо. Одного от этого комментария, ва-ба-бай мне хватило, по-моему. Дальше уже лучше не скажешь. В общем, как нам объяснили, есть вход, есть выход, но они как бы условны, скажем так. Можно зайти отсюда, выйти отсюда, или зайти отсюда, выйти отсюда. Разницы особо нет. Главное, не потеряться по дороге. Не знаю, там может есть какие-то повороты, не пропустить бы их. Это, конечно, место красивое, но остаться здесь на всю свою жизнь. Хотя, может, и хотел бы, не знаю. Пошли. А куда? А куда хочешь? Я не знаю. Ну давай, опять ты выбираешь. Ну пошли сюда. Сюда пошли. Видишь, говорит, как я тебе доверяю. Эта пещера сходу напоминает на какой-то фильм, не могу точно сказать какой, но жанр, скорее всего, либо хоррор, либо какой-то, ну прям триллер-триллер. Мы сейчас либо найдем там какие-то захоронения чьи-то, и тех, которые не понравятся, что мы пришли. Либо, я не знаю, либо какие-то рисунки. Ну, короче, кого-то мы сейчас там потревожим, я чувствую. И будут съемки фильма вместо передачи. Ага. Так. Я не уверен, что я достаточно худой, чтобы отсюда пройти. Ну да ладно. Ага. Ходить в полной темноте пришлось недолго. Совсем скоро мы увидели свет в конце туннеля. Простите меня за этот штамп. Правда. Тем не менее, мы вышли на залитую солнцем лужайку. Это середина нашего пути по пещере. Обратите внимание вот на эту скалу свисающую, которая как бы соединяет ущелье. Мне она напоминает, например, на какой-то идол языческий. Когда пришла другая вера в эти земли, и эти нововерцы свергли старый идол, и он так и остался висеть над пропастью. Выглядит это как минимум страшно. Я бы не рискнул пройтись снизу, не то, что пройтись по нему. Поэтому давай пойдем про натоптанные дорожки под нормальному маршруту, по которому все идут. Знаете, в тот момент, когда моя эстетическая шкала наполнилась доверху, и снимать еще что-то для меня не имело никакого смысла, мне предложили то, от чего я отказаться, но никак не смог. Вот нравятся мне хунзахцы, вот молодцы, умеют же по-царски сделать все. Есть у них площадка интересная, давайте все здесь организуем, здесь и гостиницы поставили, и беседочки всякие поставили, чтобы посидеть можно было спокойно. Памятники даже есть, памятники, ребят. Видите, вот у меня эмоции прям зашкаливают, и вы прекрасно знаете, что этим всем меня не возьмешь. Есть у них здесь кое-что покруче. Будем пробовать сейчас. 450 метров в длину, около 100 высоту, средняя скорость более 50 км в час. Хотя, когда ты уже болтаешься на тросе, эти цифры такая ерунда. Поэтому волновало у меня совсем другое. У меня куча вопросов, которые я тебе должен задать сейчас про этот зиплан, но интересует меня только один. Несчастные случаи были? Нет, нет, конечно. Отлично, отлично. Теперь чуть-чуть-ка спокойнее стало. Ну давай, что будешь на меня надевать? Это Закария, мой новый друг. Иначе назвать человека, от которого зависит моя жизнь, я точно не могу. Закария дал мне последнее наставление, проверил мою амуницию и сказал, если повезет, увидимся снова. Ролики просто ни в коем случае не трогайте. Все, понял. Ты все равно не достанешь, что никогда полетишь. Ага. После того, как полетел, уже необязательно это так сильно держать. Это просто сейчас держишь, вначале пока джишишь, чтобы с карабинами не спали. По-моему, ты полетишь, тебе уже ничего не будет. Да, мне уже без разницы. Я просто отключусь где-то на середине, наверное. Вы готовы же? Они готовы. Вот пока не взлетел один вопрос. Вот я сейчас прыгну. Ты спокойно спускаешься вниз просто и все. Сколько скелетов я увижу, пока буду пролетать снизу? Не считал? Я не считал. Хорошо, постараюсь посчитать. Ну что, момент истины. Это было настолько круто, что хотелось обижать поскорее весь каньон. И снова прикрепить себя к тросу. И так постоянно. Пока не выгонят. Сердце в груди отбивает все немыслимые ритмы. Это просто что-то с чем-то. Не знаю. Пока я пытался привести себя в чувство, на другом конце зиплайна Фарид переживает за меня. Ну или не за меня. Шамиль, как дела? Как долетел? Шамиль, я переживаю за тебя. Фара, за меня или за петличку переживаешь? Ну, и за то, и за другое. Все, вопросов нет, друг. Ты долетел нормально? Мне за тобой идти? Не домой, я тебя здесь ждать буду. Все понял. Жди. Когда наша съемочная группа в лице меня и Фаридова соединилась на одной стороне обрыва, встал вопрос возвращения на плоскость. Всего пути два. Горизонтальный и вертикальный. Угадайте теперь, какой выбрали мы. Нас переобули в новое оборудование. Вот такое синенькое, модненькое. И каски новые дали. И мы будем подниматься наверх. Тут, в общем, от конечного пункта этого зиплайна есть два пути. Один скучный, когда ты просто идешь наверх и оказываешься на самом верху. И более веселый, экстремальный. Именно его мы выбрали с Фаридом. Фарид, ну что, подниматься будем в гору? Да, испытаем себя еще раз за сегодняшний день. Вся наша передача, это большое испытание себя, как мы поняли. Почему-то всегда, когда я оказываюсь вместе с Фаридом, я что-то доиспытываю, по-моему. В общем, будем проверяться. Вот смотришь маршрут и кажется, не такой уж он и высокий. Метров 10 в высоту, ну и что? Правда, в этот момент ты не учитываешь, что по тобой еще 100-метровая пропасть. Она немножечко добавляет страх. Я только начал. До этого момента я не знал, что боюсь высоты. Самая проблема, это то, что надо останавливаться, это все перестраховывать. Потому что если идти просто, не останавливаясь, это, наверное, не так страшно. А когда приходится останавливаться, этим всем заниматься, одной рукой держаться, другой отстегиваться, отстегиваться, опять отстегиваться, стегиваться. В общем, это как бы страшно. Давай, давай, давай. Погнали. Дагестан туристический. Помню, смотрел фильм «Иверест» и загорелся скалолазы немцы со стороны. Это выглядело просто, да еще и со страховкой. А на деле с этими карабинами таяща морока. Главное, не отстегивать второй, пока не застегнуть первый. И вниз не смотри. А еще лучше посмотри со стороны на тех, кто проходит маршрут. Недавно веревочный городок звали. Я чуть-чуть подумал. Ну и вот, веревочный городок. Тут такие веревки. Пора. Мне просто интересно, дальше куда нас еще занесет. Посмотри направо. Видишь? Мог бы не говорить. На самом деле, этот подъем был намного страшнее, нежели полет на Теплане. Там самое страшное – оттолкнуться. А дальше не остается времени на страх. А после этого всего даже веревочный мост показался не таким уж страшным. Хотя, по правде, мне, наверное, уже все будет казаться не таким уж страшным. Это же мои родненькие. Уже как два брата старших стали мне. Уже достаточно поздно вечереет, и пора бы где-нибудь и остановиться нам. Знаете, я не устану повторять, что из всех законов гостеприимства больше всего мне нравится тот, где меня кормят. Сейчас нас предлагают накормить в гостевом доме. Вот он. Как я понимаю, там нас ждет вкусный хинкал, как мне сказали. Или хинкал, не знаю. Ну, в общем, сейчас посмотрим с вами, чем нас будут почивать. О-ой-ой-ой. А где хозяева? Кто из хозяев нас встречает? Привет, ребята! Здравствуйте, здравствуйте! РГВК Дагестан, Дагестан туристические программы. Очень приятно! Мы прямо из самого хунзаха на запах вашей еды приехали сюда. Правильно, очень хорошо, правильно сделали. С приездом тогда. Спасибо, спасибо. Чем кормят у вас гостей? У нас кормят много чем. Покушать в горах еду после долгого рабочего дня – дело хорошее. А покушать еду, приготовленную собственными руками, хорошо вдвойне. Но мы и напросились помочь хозяйке в приготовлении еды. Итак, что мы готовим сейчас? Сегодня мы будем готовить мучари называется нааваска. А что это название такое интересное? Мучари на русском, если честно, это типа хлеба, но это будет из кукурузной муки. Кефир добавляет кукурузную муку, добавляет несколько яиц, жареная колбаса и жареный лук. Мне сейчас что делать? Что вы мне даете? Порезьте, пожалуйста. Так, как мне его резать теперь? Полукружочками? Дайте я одну покажу. Мелкими лучше. Ага, мелко-мелко-мелко-мелко. Все, пошла вода по трубам. Да-да. Формочка с содержанием нашего кулинарного шедевра отправилась в духовку. Благо, готовиться мучари не долго, а то уж больно голоден я. Не успели мы послушать всех историй про знаменитое хунзанское ханство, как пора было приступать к трапезе. Хозяйка пошла накрывать на стол, а нам велела заканчивать передачу. Наше творение, наша просто пятая симфония или работа самого Леонарда Да Винчи. В общем, это мучари. Мы его приготовили, и теперь по традиции мы сами его будем есть. Как мы его будем есть, я вам, конечно же, не покажу. Не знаю, может, вы голодные дома сидите, смотрите телевизор. Поэтому на этом предлагаю прощаться. Это был Дагестан Туристический, Шамиль Махмудов, Фарид Муслимов. Увидимся в новых краях нашей необъятной республики. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова